Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире информационный выпуск «День за днём». С вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о событиях. День работника автомобильного транспорта в Атомтрансе. Взаимодействие полиции с Нацгвардией. Праздник осени в детском саду. Десногорские дети выбирают баскетбол. Автомобильный транспорт обеспечивает десногорцев всем самым необходимым для жизни. Поэтому День автомобилиста в нашем городе такой же значимый, как День энергетика. В автотранспортном предприятии его отмечают традиционно накануне праздника. Как водителей поздравляли на родном предприятии, мы расскажем далее. 27 октября в актовом зале акционерного общества «Атомтранс» прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню работника автомобильного транспорта. Открыл собрание директор акционерного общества Михаил Лосенко. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим праздником профессиональным. Желаю вам вашим близким крепкого здоровья, счастья, добра, улыбок, как вы. Всегда, как мы улыбались, когда нас поздравляли дети. С праздником! Михаилу Васильевичу вручили нагрудный знак от Министерства транспорта России. В свою очередь за особые заслуги и большой вклад в развитие отрасли и предприятия. Директор «Атомтранса» вручил грамоты и благодарственные письма от Смоленской областной думы, губернатора области и от руководства предприятия, а также отметил передовиков денежными премиями от «Атомтранса». Членов профсоюза, который активно участвует в общественной жизни предприятия и города, председатель профсоюзной организации Сергей Егорушкин отметил благодарственными письмами и премиями. В Смоленске прошёл масштабный социально-экономический форум «Территория развития». На нём публично обсуждались проблемы развития региона в сферах экономики, межнационального взаимодействия, молодёжной политики и патриотического воспитания. Участие в нём приняли представители различных структур. С 25 по 28 октября на территории Десногорска сотрудники полиции совместно с Нацгвардией проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», цель которого – оздоровление оперативной обстановки в городе, предупреждение пресечения правонарушений на улицах, дорогах и в общественных местах. Наша съёмочная группа стала свидетелем слаженной оперативной работы ведомств. При патрулировании города сотрудникам Нацгвардии показалось странным поведение водителя «Жигулей». Требования остановиться он проигнорировал. На перекрёстке у светофора сотрудниками Нацгвардии нарушитель был задержан и с подозрениями на алкогольное опьянение передан сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства. В Смоленске прошёл форум, на котором были затронуты проблемы профилактики вторичного сиротства и лишения родительских прав. Основным вопросом стала популяризация усыновления детей. За 9 месяцев этого года с детдомов в Смоленской области взяли в семью 253 ребёнка. В регионе работают подготовительные курсы для приёмных родителей и оказывается психологическая поддержка семьям в первый год усыновления. Осень – наиболее яркая и красочная пора. Не любить это время года просто невозможно. Особенно любят эту пору дети. В детских садах Десногорска в это время проходят яркие праздники. Мы побывали на одном из них. В этом году у ребят группы «Земляничка» детского образовательного учреждения «Теремок» – особенный праздник. За всё время посещения малышами детского сада к ним в гости впервые пришли родители. Сегодня первый осенний утренник в этом году. Мы к нему очень серьёзно готовились, потому что сегодня нашими зрителями были родители, бабушки, дедушки. И дети видели своих родителей. Они замечательно справились со своей задачей. Им было весело, им было интересно. Ребята порадовали мам, пап задорными детскими песенками и танцами. А родители, в свою очередь, поблагодарили детей бурными аплодисментами. Мы хотим спасибо сказать воспитателям за этот прекрасный осенний утренник. Нам очень понравилось. Дети первый раз выступили как взрослые. Нам очень понравилось. Спасибо. Такие мероприятия приобщают детей к творчеству и помогают не бояться выступать перед зрителями. Утренник оставил в душе как детей, так и родителей приятные воспоминания и сблизил их. Активисты Общероссийского народного фронта встретились с главой области Алексеем Островским. На встрече обсудили количество и качество отремонтированных дорог в регионе. Затрунули темы о недобросовестных подрядчиках в стройиндустрии и о несанкционированных свалках. Смоленская область вышла в этом году на первое место по ремонту убитых дорог. Ямочный ремонт произведен на 193 участках. В Росславле произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль вылетел с дороги на обочину и перевернулся. Как отмечают очевидцы, дорога была посыпана песком, поэтому причиной происшествия стало несоблюдение автомобилистам скоростного режима. Информации о пострадавших пока нет. 24 октября для первоклассников в школу номер 4 прошел праздник «Здравствуй осень», который подготовили и провели волонтеры отряда «Горящие сердца» совместно со старшеклассниками. Самые маленькие ученики побывали в волшебном сказочном лесу, где вместе с героями сказок встречали приход осени. Встреча прошла весело и интересно. А в завершении немного о спорте. Уникальный спортивный проект развития детского баскетбольного движения, созданный по инициативе руководства концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС» активно продолжает работать. Более 150 юных спортсменов Десногорска посещают секции. Тренируются баскетболисты три раза в неделю на современных городских площадках и в залах. На одной из таких тренировок побывали наши коллеги. У каждого тренера, их у нас в городе три, набрано по три группы ребят разного возраста. На тренировках взрослые спортсмены уже оттачивают тактику игры и готовятся к серьёзным соревнованиям. Средние группы мальчишек и девушек ещё всего лишь разлучивают тактику нападения и защиты. И, конечно же, учатся метко бросать мяч в кольцо. Совсем маленькие ребята, а это возраст 7-8 лет, занимаются общеукрепляющими упражнениями, что позволяет им быть более здоровыми, выносливыми и приобщает их к занятиям спортом. Никто из ребят не жалеет о своём выборе. Началось со школы, ну и потом я втянулась, и теперь это мне очень нравится. А что привлекло в этом виде спорта? Движение. Ну, это на тренировках, во-первых, отдыхаешь, расслабляешься. С самого начала не очень-то хотелось ходить, потому что как бы новый тренер, мы привыкли к своему учителю физкультуры, но со временем нам очень стало нравиться. То, что я пришла на баскетбол, я ни капельки не жалею. Я думаю, что я буду дальше, в дальнейшем, играть очень хорошо. Проект по развитию детского баскетбола в Десногорске работает уже более трёх лет. Сегодня наш город является одним из первых в воспитании баскетбольного резерва не только на Смоленщине, но и в Центральном федеральном округе России. Прийти заниматься может любой ребёнок. Прийти заниматься может любой ребёнок, девочку, мальчик, в зависимости от класса, со справкой, о том, что можно заниматься им баскетболом. Без противопоказаний от уроча. Практика комплексной подготовки юных спортсменов, которая реализуется в Десногорске, сейчас активно внедряется и на площадках других российских атомгородов. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна.дефиз.тв.ру Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok